Здравствуйте! А идея возродилась за счёт того, что мы наблюдали во всех городах, как проходят лечения с детишками. У нас здесь очень много аутят, очень много ДЦП приходит к нам в гости детей, да и вообще для физического развития наших детей, так как наши северные широты постоянно у нас холодно, на югах не все выбираются, и здоровье у наших детей как бы оставляет у некоторых желать лучшего. Возродил сетей создать ипотерапию. Создать полностью за свой счёт ипотерапию у нас не получается, потому что это очень большие деньги. И в это время предложили оригинальный грант, и мы подали на грант ипотерапию. Мы рассмотрели проект, продумали его, созвонили со специалистами города Архангельска, возможно это невозможно. А специалисты согласились приехать в наши северные широты. Мы подали документы, выиграли грант и попробовали сделать первые шаги, и людям очень понравилось. А в чём уникальность этого метода? Какие болезни лечит ипотерапия? Ипотерапия, как гельфинотерапия, это очень сильный источник для людей с нервной психикой, с нарушением двигательной системы опорной, кровеносных сосудов. И вообще лошадь даёт положительные эмоции людям. Это в первую очередь что-то положительные эмоции. А лошадь имеет на 5 градусов выше, чем у человека. Температура тела. Температура тела, да. Когда человек садится, лошадь обязательно садиться надо без седла, специально ложится на гурта, приспособление, где детки держатся. И начинается такая грудная мышца двигаться. Лошадь движется. Соответственно, те у нас эти органы, которые не работают, в мозг подаются импульсы. Лошадь начинает двигаться, тем не менее начинает заставлять двигаться наши мышцы. Как массаж такой, да, получается? Это как массаж, получается, да. Это как большой, огромный, живой тренажёр. И, соответственно, те у нас проблемные места, которые не работали, это не с первого раза и не сразу. Ну, постепенно, это очень долго, да, комплексно, да, начинают работать. Это не только помогает здоровью, адаптации наших таких детишек, но они ещё обретают друзей. Верховно на лошади они чувствуют себя выше, и у них пропадает вот это всё, их скованность, этот, как у них, комплексы перед ровесниками. Потому что в конюшне они все едины. Это очень полезное занятие, это надо продолжать, надо развивать. Занятие проводить должен ипотерапевт, это специально обученный специалист. Вы такого как раз привезли, вот расскажи о ней. Антонина Шаврина, она с Архангельска сама, в своё время работала в психической больнице в городе Талагах, в посёлке Талаге. Занималась и со взрослыми, и с детишками, с маленькими, которые лежали там. Это в своё время, я сейчас не знаю фамилию главврача, кто это придумал, но это был уникальный проект в Архангельске. Занималась Ольга Терентьева и вот Антонина Шаврина. Два человека, которые занимались непосредственно с больными детишками и взрослыми. Вот они впервые в Архангельске вот этот проект создали. Сейчас это уже повсеместно везде ведётся, как бы это не новость. Только что у нас на январе, только сейчас это дошло. Сделали только первые шаги, два дня прошло, вот отзывы. Отзывов много, отзывов пишут, спрашивают, когда начнём, когда продолжим. Будет ли у нас типотерапия, люди звонят, интересуются. Их интересует не только верховая езда, их интересует непосредственно лечебная езда. И вообще, как дальше будет процветать клуб, и очень много вопросов задают люди. Мы существуем уже третий год, получается, но порой выходим, а выезжаем верхом в лес, с детишками выводим, едем по посёлку. У нас так удивлённые люди смотрят, и дети там, ой, лошади, лошади, как бы. Ну, получается, что отдалённость от города не позволяет показать, ну, не все люди знают, как бы, что здесь существует конюшня. Поэтому мы хотим сказать, что мы всех ждём с удовольствием на экскурсии с 12 до 4. Это у нас в зимний период, ну, в 2-летний зимний период. Что вам проведут там экскурсии, у нас стоят там не только лошади, там стоят уникальные животные, это как носуха, как енот, интовидная собака, кролики, всех можно погладить, потрогать, свинки морские, витнамские свинки. Ну, небольшой, что за живой уголок, где дети могут подойти, и не только дети, и взрослые с удовольствием это делают, как бы обнять и покормить, пожалуйста. Это полностью комплекс, как бы, и такой, что человек снимает напряжение, когда приходит туда. Отзывов очень много. Откуда животные? Ведь они попали разным образом к вам, да? Животные, да, попали разным образом. Да, возникла идея создания данного клуба. Мы созвонились с Кировым, что ближе к границе, это, конечно, мы привезли бы лошадей с Архангельска, потому что я сама родилась и жила в Архангельске, я занимаюсь с лошадьми с 10 лет, и я знаю многие коны спортивных клубов, где я знаю, отлично лошадей мы подобрали бы. Ну, дело в том, что доставка с Архангельска до Нарьинмара, это получился большой круг. Мы начали поиски с Москвы и Кирова. Во-первых, мы купили у кировчан, приобрели жеребца волковера русской, русско-рассистой породы, фиджи, ганноверка была большая, и приобрели трёх по ней. С ифтывкарок нам прислали ещё коня Манхэттена, которому до сих пор не можем налюбоваться, тракинаторская порода. Да, это который из президентского полка. Полка был в своё время, да, по старости списан, потом был в одном месте, потом в другом, и вот в итоге у Натальи Денисовой во Вроде он прекрасно стоял, они его тренировали, учили, и, зная уже наш опыт, и уже смотря за наши конюшни, они доверили этого коня нам. Как раз на нём и проходили занятия по ипотерапии, потому что не каждый конь ещё, да, подходит. Да, да, вот сейчас вот буквально 31 числа, завтра будет праздник святой покровителей Флора и Лавра, и выпустен был ролик именно про эту породу лошадей, насколько она уникальна, насколько она адаптирована и приучена к людям. И, конечно, для ипотерапии данная лошадь не подходит по росту, по росту и массе. А меньше тоже. Для этого нужна намного меньше лошадка, потише ход. Но так как у нас в Манхэттен, он самый спокойный, тихий конь, который допускает данные тренировки, и на нём можно и полежать, и посидеть, и он допускает даже джигитовку на себе, поэтому пока остановились на нём, потому что привезённая лошадка мизинской породы, она, к сожалению, ни в какую не хочет адаптироваться к детям. Её работают, работают, но это долгое время, как бы у нас время ждать не позволяет. Поэтому рассматриваем вопрос о том, что сейчас Кирова идёт ещё у нас. Мы пока не говорим, когда придёт, это будет сюрпризом, придёт ослик сюда, лаванда, и этот Америн. Даже забыла, как зовут Америна. У тебя их много можно забыть, да? Да, и дальга, и дальга, и дальга, кстати, и дальга необычного цвета, он будет пегий. Этот цвет, как у коровы холмогорской, таких лошадей здесь ещё на Ринмаре не было. Поэтому окрас для детей будет вообще яркий, необычный. Этот конь тоже напрыган, тоже адаптирован у детей. Кстати, корова ведь у вас тоже есть, да? Корова тоже есть, да. Как она к вам попала? А вот у нас в соседнем хозяйстве решили закрыться, как бы, потому что проблемы с поставкой сена. Сами знаете, как здесь всё дорого содержать животных, это мы только сейчас это поняли. Мы не знали, у нас в Архангельске просто эпилок бесплатный, доставка сена нам обходится дешевле намного. А здесь всё, допустим, если сена стоит 18 тысяч, то доставить его тогда будет 180. Так же, как эпилок, покупаешь 200 рублей мешок. Здесь никто бесплатно ничего не даст. А вот потому хозяйство подразвалилось, и нам предложили отдать корову, потому что знают, что у нас здесь контактный зоопарк. Забивать хозяину жалко, поэтому обратились к нам. И отдали нам буквально её за копейки. Мы брали её не по программе. Мы не делали по обмену 80%. Корову назвали Милка. И она быстро привыкла к детским рукам, потому что они часто ходят, дети бегают туда. Поэтому она ведёт совершенно себя даже не как корова, а даже как лошадь. Она может гулять в тубуне с лошадьми спокойно. И молоко, которое приносит корову, мы спаиваем бесплатно детям. И сыр ведь вы делаете. Да, делаем, делаем. Да, у нас ребята коноводы научились делать адыгейский сыр. И делают его совершенно бесплатно, также угощают. Сколько всего животных? Более 30, да, по-моему? Да, сейчас уже будет ближе к этой цифре. Более 30, да. Какие планы ставит перед собой клуб? Что ты бы ещё хотела сделать, Ирина? Мы бы хотели, конечно, расширить немножко территорию, которая находится около нас, потому что у нас не позволяют квадратные метры отдать большую рекламу городу. Мы могли бы набрать более большое количество людей, могли бы открыть конные маршруты, но в связи с проблемой с землёй, с землёй, да, и с проблемой с питанием животных, так как садишь лошадей за свой счёт, тяжело развиваться до конца, потому что потребности есть у людей, есть запросы, вот есть ли у вас прогулка выходного дня, есть ли у вас конный маршрут. Это всё можно развить на Оренмаре, это всё можно сделать. И конный маршрут на Дальнем, но Тастунда шикарная, она это позволяет, палатки у нас есть. Но взять более количество, более 6 лошадей, 10, 8 голов, да, должен быть в группе, я уже не потяну. Мне одно это сложно. Лошади не являются сельским хозяйством почему-то, и поэтому они по программе не попадают. Да, содержание, конечно, очень другое. Да, содержание с лошадей. А кто помогает ухаживать за ними? Твои родственники? Семья? Нет, у меня моя семья вообще вся в Архангельске осталась. Мои дети, только здесь со мной маленький, 5-летний сын и 11-летний. Туда ходят тоже на конюшню, приходят, девчонки помогают. Два мальчишки взрослых, Максим и Виталик, вот они тоже как волонтёры помогают нам. Виталик вообще проживает у нас уже, и как сторож там находится, постоянно лошади под видеонаблюдением. Дети, все детворадом допускаются, все, кто хочет, приходят к нам. То есть давай сейчас поясним нашим телезрителям. Ты приглашала их гостей, да, и посмотреть на экскурсии. Вы находитесь на факеле, да? Да, Арктическая 1А. Арктическая 1А. Вы знаете, что мы бы с удовольствием объясняем горожанам, нас очень часто спрашивают, что вас тяжело найти. Приносим свои извинения, мы попробуем исправить свои ошибки, и как будет возможность по деньгам, мы поставим кругом разметки, как проехать до конюшни, поставим разметки, поставим плакат, просто все разом не получается, все так быстро, финансов своих немного. Мы обязательно поставим везде разметку, как добраться до нас от остановки, где-то кого-то встретим. А так Арктическая 1А находится, где база СТО. Автолюбители знают это. Ну, с каждым годом у вас посетителей все больше и больше, даже не дети, и взрослые, насколько я знаю, да, и Пустозерский дом-интернат. Дом-интернат, да, они наши постоянные друзья. Дошло до того, что вот сейчас пока ведущая, которая их привозит в отпуске, пока их, к сожалению, никому привозить, они раньше к нам ездили раз в месяц, потом они ездили раз в неделю к нам. Они уже знали название каждого козлика, каждой лошадки. И вот эти старики, бабушки, которые приходят вот туда, к там, да, и ты вот смотришь на их глаза, и ты понимаешь, ради чего мы живем. Вроде бы старый млад, как бы, да, они такая разная категория. Они берут вот этих козлят на руки, я смотрю на них, ну, сколько у них слез, вот они вот прям берут, и дошло до того, что у нас спросила, дирекция спросила разрешение, а можно ли посещать нас не только выходные. Я говорю, конечно, можно. И двое людей, там, два мужчины пожилых к нам приходили ежедневно. Ну, вот пока вот в отпуске ведущая их на, и вот они пока сейчас их нету. Так приезжать к нам в детский дом, но пока все в отпусках, вот ждем, так, и детский дом к нам в каждые выходные. И Ольга со скаутами к нам тоже постоянно приезжала в гости, как бы тоже ребята у нее молодцы, тоже любопытные такие, они быстро осваивают, на ходу ловят. Очень много желающих. Но тянуть все равно одному человеку, это не под силу. Это очень нужно городу. И в каждый раз, сколько не было репортажей, снимали родителей, опрашивали и взрослых. Это очень нужный вид спорта, он очень полезный вид спорта. Надо доказать, Нарин Марш, что конноспорт не должен здесь погибнуть на корню, только из-за того, что как бы, ну, должны быть хоть какие-то быть единомышленники в этом. Конечно. Я не зря вас спросила, где вы находитесь, потому что я знаю, что рядом с вами есть территория, вот как раз о проблемах конноспортивного клуба поговорим, и она не обустроена. Вы уже обращались в администрацию, да, чтобы вам ее дали в аренду? Да, мы обращались еще при Игоре Викторовичу Кошине, обращались, ну, первый раз, когда открылись очень долго, мы добивались доказать, что конный спорт нужен, потому что предыдущие тут первооткрыватели себя не совсем повели как надо, и свое имя доказывать приходилось долго. К нам наконец через год собрался губернатор, приехал, и у нас вроде все сдвинулось с мертвой точки, к нам приехал Александр Борисович, который нам очень сильно помогал, все это время помогал, как бы он и был согласен делать отсыпку, привезти от песок, землю передали в использование, там получается, что не предусмотрена передача от земли конноспортивного клуба, но нет такого в законе. Ну, никто же не знал, что в Норинмаре когда-то создался такой клуб, такого масштаба, и нету в этом, в проекте нигде не прописано. А брать в аренду это очень дорого. Брать в аренду это торги, значит, если только выставить на торги, сразу появится много-много-много желающих. Соответственно, пока нет желающих, земля стоит и превращается в свалку. И вот только землю передали в искательское хозяйство по благоустройству, прошло буквально несколько месяцев, у нас снимают главодмин, нашего главу, приходит новый Александр Витальевич Стабульский. Соответственно, мы сразу идем к нему на прием. Я записалась там тут же сразу, правда, еще до сих пор не попала. Ну, и очень часто встречаемся с его заместителем, пустовалым Антоном. А что они пообещали, да, что-то будет сделано? Ну, нам предлагают разместиться и помочь нам все благоустроить на территории турцентра Новоеворской. У нас расходятся мнения, потому что ребята считают, что там уже все развиты институты. Да, инфраструктура. Да. Мое мнение, лошади для туристов, лошади созданы для детей, для детей, для детских садов, для детских... Ну, не добраться-то туда. Тяжело. Просто тяжело. Непонятие ли человеку тот, кто ездит за рулем, того, кто безлошадный. И запускать рейсы в автобус надо не раз в день, не два в день, а чтобы они ходили постоянно. Тогда будет интересно и веревочный лагерь, и поезды на скутерах, и конюшня. А так, если мы перевезем лошадей, конюшня там просто останется просто как лошади. Да, там, я не спорю, они помогут там всем, и там и будет и содержание, можно мне будет даже не дергаться. Но кони, для чего были предназначены, и на свою миссию не выполнят. Дети потеряют как бы интересы, они перестанут. Не каждый родитель будет отпускать без них и ездить в такую даль ребенка. А занятия проходят ежедневно, занимается Роберт Рахматуллин. Если будут дети занимаются только два раза в неделю, все навыки приобретены за выходные, они просто потеряют. Роберт Рахматуллин, он как раз приезжий, да, специалист у вас? Да, этот специалист приезжий, и он приехал раньше в специальность сюда, был призван с Башкирией в свое время, насколько я знаю. А как он у вас, периодами работает или что? Нет, он работает у нас постоянно. Он сейчас просто был, сейчас в отпуске был, да. Нет, вообще с золотой души человек, он вообще сам по себе кинолог. Кинолог Академии Недельственной Лесной Алина Мара, очень умный и образованный мужчина, он настолько харизматичный, он умеет подход найти к любому ребенку, и как бы, бывают такие семьи неполноценные приходят, да, каждому ребенку хочется видеть около себя папу. Даже мои дети, допустим, если они меня не слушаются, приходит Роберт на смену, он там, ну, глазом, они сказали, ой, выстрелились в себя в ряд, они слушаются, потому что это более старший человек, это мужчина. Так же и животные, наверное. Так же и животные, да, они его прекрасно все знают, они, он только сказал слово «команда рысь», они все уши подняли и побежали. Хотя это приоритет не только мужской и взрослый, но в основном у нас вот занимается Роберт. А вот сейчас, если клуб будет процветать в дальнейшем, и мы надеемся, что все-таки найдем ему деньги на сено, к нам на постоянном сожжительстве переедет Антонина Шаврина, специалист по ипотерапии. И, наконец-то, мы мелкими шагами начнем добиваться того, что в Наринмаре появится революционный центр, где будет не только работать Антонина, где мы сможем привлечь и врачей, и психологов, и подтянем у нас те группы, которым нужна эта помощь. Но строить не просто покатали мы и следствия по гранту, а именно заниматься детьми такими. Постоянно, да. Постоянно, да, чтобы у них навык закреплялся. Я приведу пример «Остров Костафлотский» Наталья Владимировна Парафеева. Она столько лет уже билась, билась, вот у них создан на Костафлотском этот клуб, где они занимаются ипотерапией, куда ходят трудные подростки, он ведь дает свои результаты, все дает свои плоды, пусть не сразу, но дает. Пожалуйста, у них посещаемость детей очень большая, очень большая. В этом году они за счет, помог им фирма «Гарант», они выиграли манеж. Это впервые во всей области, начиная от Вельска, Архангельска, допустим, все вот эти города, все, которые граничат, это первый манеж, построенный сейчас. Мы, конечно, о таком даже не мечтаем, мы бы хоть поле выделили, которое мы могли бы благоустроить за свой счет, а манежа мы даже не думаем. А манежа в Наринмаре нужен, закрытый, потому что наши погодные условия еще хуже, чем в Архангельске. Конечно. Впервые у вас в этом году прошли и спортивные состязания, да, как они правильно называются? Называется этот трек, это называется конный трек, вообще это спортивные мероприятия на конных маршрутах. И даже судьи у вас были, да, привозные? Обязательно, привозные судьи были. У нас заявлены были с Москвы судьи, но дело в том, что погодные условия Наринмара не позволили провести их в июне, и мы принесли их на июль. А у москвичей, у них же все расписано, нам пришлось переиграть и вызвать такой же категории судьи, только с Архангельска. Они тоже ездят, вот эта команда, там их 35 человек, они ездят, принимают участие в Москве, там в Ярославле, и наша команда Наринмарская, наших детей, вышла, как сказали, в рейтинг участия во Францию. Нам не хватило всего чуть-чуть выйти раз на соревнования, но денег мы не могли добиться ни в кого. Просто по итогам здешних, да? Нет, мы были здесь, прошли мизень, прошли в Москву, и нам в Москве осталось пройти еще один, у нас был всего в том году дан шанс нам еще раз по показателям наших детей, они получили у нас, двое у нас получили официальные корочки, осталось только пройти еще раз соревнования, и мы попадали в рейтинг участия в Европу, но мы, к сожалению, не попали, потому что не предусмотрен «Коноспорт» на январе, он не предусмотрен в календарном спорткомитете. Планирует, да, и как внести его в спорткомитет, мы тоже не знаем, это сказали, нам надо ли сделать легализацию, как там называется, провести, но это, вы сами понимаете, прекрасно, это бешеные деньги для специалистов, чтобы они нам поставили оценку, критерии, и вот пока могли, мы вывозили детей, да, вывозили, но мы просто уже не знаем, к кому обращаться, чтобы нам дали денег, чтобы вывести детей на соревнования, чтобы доказать, действительно наши дети, они очень одаренные, они очень умные во всем, не только в конной езде, мы заметили, и в стрельбе, и в хоккее, вообще везде, и почему-то у нас вот проблема в том, что наш город, наверное, стоит на периферии в том, что у нас либо боржа, но она дорого тоже, и не поедешь долго, либо самолет, но он не субсидирован, пока тоже не улетишь, и спортсмены-то наши замыкаются в этом городе, они у нас бегают по кругу, здесь-то они молодцы, все, здесь вывозили, мы приехали в Мизень, они там быстро освоились, а вот в Москве мы уже растерялись, потому что мы свои навыки здесь нарабатываем, нарабатываем, а вот в этом году мы вообще никуда не выехали, мы даже просить не стали на билеты, потому что это, ну, каждый раз ходить, просить, как вы сами понимаете. Ну, это отличный, конечно, уровень, да, это же результат многочасовых занятий, они как раз вот у Роберта занимались, да, девчонки? Да, да, занимались. А как проходят занятия, кто может стать тоже участником вашего клуба, и когда прийти, в какое время? Вообще у нас запись начнется, должна вестись с 1 сентября, но мы отложили на 5 число, потому что у нас рабочий день начинается так-то с 3, у всех, мы уже так и людям поясняли, где-то с 3 сентября, там звонят уже и взрослые, в годах женщина к нам позвонила, можно куплю я амуницию, вы точно нас примете? Я говорю, конечно, точно. То есть возрастных ограничений нет? Нет, нету. У нас от 7 лет, от 7 лет и не ограничено. Есть индивидуальные занятия, есть такие занятия, сумма в том году у нас была 3 тысячи в месяц, это самый низкий показатель среди всех кружков, которые есть в Наринмаре, полностью самый низкий показатель, потому что человека мы срывали с работы, получалось, и чтобы хоть какая-то доплата ему была идти, у нас денег личных нету, мы договорились, что вот в данный момент, чтобы у нас лошади занимались детьми, и чтобы было удобно лошадям, удобно было детям, было поставлено 3 тысячи в месяц. Молодцы, а какие вот еще услуги у вас вы предоставляете? Какие-то фотосессии есть? Или выезд лошадей? Нет, это все, конечно, есть. Свадебный экипаж? Есть свадебный экипаж. У нас, пожалуйста, если у кого-то есть желание провести фотосессию, у нас, правда, нет костюмов, мы тоже предоставляем. У нас есть телефоны отличных фотографов. Вот сейчас придет ослик лаванда, у нас к ней сделана уже красивая маленькая тележка. Соответственно, мы можем позвонить в детские сады и в такие маленькие мероприятия, праздники, как у них день детского сада там или день вот новогодние праздники. Мы теперь можем не только покатать на санках, а необычно для них только кокосик в тележке. Это тоже им очень будет интересно. Тем более, ушастого зверя еще не было здесь никогда. А сейчас еще в Архангельске, насколько я понимаю, может закрыться атриум, вот именно где находится этот зверинец. К нам, возможно, приедет дикообраз, которого я тоже не видел. Ты всех принимаешь, бедных, спасаешь их от смерти, Ирина. Принимаем всех, да, потому что это нужно нашим детям. Чтобы кто-то... Я вот еду с собственным сыном, да, вроде у меня он везде с собой вожу его, мы заходим в атриум, там, я, конечно, понимаю, океанариум не создать здесь, это очень сложно. Но настолько заходишь в океанариум, так прямо, что лично самоспокойствие. Что заходишь к ним в отдел, где у них сядут животные? Нет, конечно, обезьян бы я не приобрела. Они настолько хитрые, эти обезьяны, они уже насколько выучены в этих зоопарках, там, подойдешь чуть поближе, они уже по тарелке стукнули, еще надо уже подобрали. Нет, мы строим животных, которые адаптированы на детей, это спокойные более-менее еноты, хотя они везде все открывают, вот еноты видны. И причем все животные, которые у нас сейчас находятся, они попали к нам вот от рук людей. Они нам пришли с улицы. Причем неответственные, да. Получается, что там кто-то завел хомячков, кому-то надоело, кто-то завел там кроликов, надоело. Получилось, что завели, увидели красивую, видать, рекламу енотов, а енот это все равно дикое животное. Принесли к нам, что вот купили ребенку, ну, не сказать, что, конечно, люди, так это обижалось, это выкинули, нет, они принесли к нам, попросили, объяснили ситуацию, что вот мы недопоняли, поняли свою ошибку, вы не приметели бы. Мы, конечно, взяли. В итоге варежка выросла не енотом, а недовидной собакой. Да, вот завтра ждем Каспера в гости. Тоже ручной вроде енотик, тоже в любви рос, в достатке, но животный инстинкт все равно проявляется, и он начал кусаться. Соответственно, в доме дети держать такое животное уже не стали. Поэтому клетка для него уже готова, игрушки куплены. Ждете? Да, ждем завтра нового жильца уже. Ирина, надо отметить, что у тебя все животные, особенно лошади, они просто ухоженные, да, все красивые. Содержание. Да. Правильное содержание. Правильное, дорогое содержание. Тяжело это? Очень тяжело. Сколько у тебя вот твой рабочий день начинается? Меня спасают сейчас мои коноводы, потому что, если бы их не было бы... Тебе еще организационными вопросами? Да, я пока бегаю тут с бумажками, заполняю там, соответственно, потому в голове много чего не удерживается. Хоть имею хоть 155 папок при себе, когда работаешь только ты, и плюс у тебя еще два парня, еще свои дети до кучи, еще 55 чужих детей с тобой, как чуть ли не мама бегает за тобой. Спасают, и Виталик и Максим спасают. Так бы рабочий день у них начинается с 7 утра. Они наши местные ребята, да, я тоже знаю? Виталий, он с Хангурея, а Максим беженец с Украины, но он получил уже гражданство здесь уже сколько, он уже здесь сколько лет живет, и вот он год пошел, как открылся клуб, он осташел и пришел к нам на работу. Ну, получилось, все, кто в свое время имел какое-то непосредственное отношение к предыдущему... К животным там, да, наверное? Да, к животным клубам. Они все вернулись к нам. Все пришли сюда, потому что лошади, они все равно волошадники, они сами по себе народ такой, что они друг друга находят в любом городе. У нас вот, например, сейчас вот когда приехала Антонина Шаврина по ипотерапии, со мной связалась Ольга Трапезникова, юная подруга. И у них, оказывается, в программе в свое время она мне скинула видео, есть знакомый джигит. А джигитовки у нас никто еще в Наринмаре никто не видел. Мы увидели вот это, вот нам видео выставили, это настолько так красиво. Вы знаете, где этот джигит живет? Нет. Не поверите, в Наринмаре. Да вы что? Мы нашли его на телефон. Телефон его, телефон сестры. Он пока занят, к сожалению, он работает на машине А вообще он откуда? Он откуда-то приехал сюда, да? Да, откуда-то приехал, мы еще не успели с ним поговорить, он понял, что я от него хочу, как бы, но он говорит, я как буду свободен, я к вам обязательно приеду, потому что, я говорю, городу это увидеть надо. Это такое, настолько красочное зрелище, я видел его только в Анапе. Я думаю, что мы можем воплотить это в Наринмаре. А он по национальности кто получается? Я даже не знаю, кто он. Не знаете? Нет, я просто получил информацию, нам архангельские, ну вот вообще конники, я говорю, такой народ, они всегда друг другу помогут. И видя, что в нашем Наринмаре нет ничего, они начинают подкидывать нам идеи, что вот в вашем городе не хватает того, не хватает того, не хватает того. Действительно, нашим детям не хватает много чего. Да, вот часто очень ведут разговоры, у нас даже нету детского центра клуба, где будем собраться. Где он у нас? Нету его. У нас, конечно, молодцы. Я веду еще раз сравнение города, город Архангельский. Очень часто захожу в свою группу «Жизнь по-архангельски». Я наблюдаю там возникновение людей по дорогам. Ну, в отличие, смотря на другие города, наш город все равно молодец. Настолько он чистый, настолько он яркий. Насколько у нас строятся жилые кварталы. У нас смотрят за дорогами. У нас нет того, что творится в других городах. Просто мы иногда об этом забываем. Давай вернемся к теме, да, и к ипотерапии. Когда все-таки ждать занятий? В сентябре, да? Да, в сентябре. У Антонины там у нее решается вопрос о закрытии этого зоопарка, потому что она не только у нас ипотерапевт, она у нас не только судья второй категории. Она еще подрабатывает в зоопарке животных. Она тоже бросить не может, настолько она к ней привыкла. Она еще смотрит за чужим коньем часиком. Обещала, что к 15 сентября она вернется. Мы уже рассмотрим полностью программу, переговорим со всеми руководителями, здравоохранением и начнем уже с конца сентября заниматься с детьми. То есть, как планируется, что будут проходить занятия? Это раз в неделю, два, три раза в неделю? Естественно, нагрузка для маленького ребенка, тем более больного, им нельзя первое занятие не больше 10 минут, 50 минут. Соответственно, там начнется первое занятие раз в неделю, второе занятие два раза в неделю и, соответственно, это будет нагрузка увеличиваться, увеличиваться по мере возможности самого ребенка, как он будет удерживать нагрузку. Ну и, соответственно, не прекратятся занятия те, кто у нас уже подготовлены, будут напрыгиваться дальше на больший уровень. Будем надеяться, что в следующем году мы найдём деньги, выйдем, вывезем. Не только здесь проведём свои соревнования, но и вывезем детей на другой уровень, на московский заново. Попробуем подтвердить собой, потому что там надо категорию каждый год подтверждать. Нужна помощь. Нужна помощь. Правда, не знаю, куда обращаться за помощью. Ирина, вам могут помочь не только власти, я думаю, но и простые жители, которые к вам часто приходят. В чём нуждаются животные? Может быть, сейчас у нас есть такая возможность, что люди пришли там, свою лепту внесли? Вы знаете, бы не хотелось возвращаться к той истории, которая здесь произошла лет шесть назад, когда тут создано было... Не будем, да? Не хотелось бы, чтобы люди думали то же самое. Поэтому просить у людей, как бы... Ну, не знаю, там какие-то овощи к тому же кролику. У кого есть возможность, можно приносить капусту, морковку с огородов? Вот такая убедительная просьба людей и горожан. Картошку мы не берём. Картошка животным не нужна. Ни поросятам, ни лошадям, потому что она даёт вздутие. Капусту, персики, бананы, яблоки, всё, просрочку, пожалуйста. У нас декоративные животные едят всё. А мы вас угостим за это молоком, дадим брынзу, покатаем на лошадях. Это как бы, ну, даже не оговоренно. Они могут сами покормить животные, да? Естественно, конечно, конечно. Да, а так, таких семи проблем нет. Вот единственное, что если у нас получилось бы всё с землёй, мы бы за свой счёт бы её благородили бы, поставили бы. Мне кажется, это было бы очень красиво. Это очень нужно городу. Городу нужен угол, где они должны бы отдохнуть. На этой территории был бы размещен... Мы со временем, когда с Каваленко Борисом Григорьевым разговаривали, мы хотели не только там разместить барьеры и манеж, но поставить площадку детскую, поставить скамейки для мамочек, которые приходили бы в гости, поставить веранду туда, чтобы люди могли бы... С самоваром, да? Конечно. Создать у казачьего такой угол. Пожалуй, это ведь везде в городах создано. Мы могли бы создать полностью, не просить где-то денег. У нас есть свои руки. У нас есть руки, у нас есть возможность. Только добиться земли вот пока не получается. Да. Ну, я думаю, со временем всё получится. Я тоже думаю, что... Ирина, спасибо большое, что пришла сегодня к нам в студию. Желаю здоровья, главное, вам и вашим животным. Спасибо огромное. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях была руководитель конно-спортивного клуба «Фортуна» Ирина Саварина. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин